Здравствуйте! Время новостей на 12-м канале в студии Елена Бабкова. И вот о чем расскажем. Уйдет ли страна на очередные внеплановые каникулы решится уже сегодня. Владимир Путин обсудит предложение с кабинетом министров. В Омске тем временем продолжают штрафовать за нарушение масочного режима. Новое слово в радиоэлектронике омские ученые создали нанофольгу. Мы открузили опытную партию. Заказчику эта партия понравилась. Технология в мире только начинает развиваться, но в Омске уже придумали, как и где еще можно использовать материал. Сверхплана в ряды российской армии отправится больше 2000 мячей. Новобранцев обеспечат всем необходимым и предоставят отдельные вагоны. Шанс увидеть экспонаты главной сокровищницы страны – Дни Эрмитажа в Омске. На этот раз понравятся поклонникам конных прогулок. На выставке уникальные вещи родственников Наполеона. И легкого выигрыша точно ждать не стоит. Торпеда будет биться за победу в матче с авангардом. Ждем прямого включения Андрея Блохина из Нижнего Новгорода. Судьба внеочередных выходных решится уже сегодня. В 13 часов по Москве президент Владимир Путин проведет совещание с членами Кабинета министров по ситуации с коронавирусом в стране. Напомню, с инициативой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября накануне выступила глава федерального оперштаба Татьяна Голикова. Все из-за ухудшающейся эфид-обстановки. В стране каждый день антирекорд как по новым выявленным случаям, так и по количеству летальных исходов. Выходные, уверена Голикова, помогут сдержать очередную волну заболеваемости. Для этого же работодателям предлагают на 4 недели перевести на удаленку всех невакцинированных сотрудников старше 60 лет. Некоторым предприятиям пускать работников только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном ковиде или же с отрицательным ПЦР-тестом. О принятых президентом решениях мы сообщим в выпусках новостей, а также на сайте и в социальных сетях 12 канала. Между тем, в регионе продолжается контроль за соблюдением масочного режима. Сегодня утром рейд провели на остановке Рождественского в Ленинском округе. Проверяющие встречали выходящих из транспорта пассажиров. У тех, кто без маски, спрашивали документы и выписывали протоколы. Осматривали инспекторы и салон. Обычно в таких ситуациях люди сразу надевают маску. Если же нет, их просили выйти. Только за час рейда на нарушении попались около 10 человек. Проверочные контрольные мероприятия проводятся систематически три раза в неделю. Также напоминаю всем гражданам региона соблюдать масочный режим в местах массового пребывания и в местах общественного транспорта. По сегодняшним мероприятиям в целом показало, что 90% граждан нашего региона соблюдают масочный режим. Поэтому динамика, я считаю, что положительная. На прошлой неделе на нарушителей составили 90 протоколов. Штрафы варьируются от 1000 рублей для граждан до 300 тысяч для юридических лиц. Добавлю также, что соблюдать масочный режим должны не только пассажиры, но и водители, кондуктор. Рейды в регионе продолжаются. Камеры на дорогах Омска теперь будут фиксировать и невключенные фары. Наш регион вошел в число пилотных, где уже этой осенью комплексы фото- и видеофиксации начнут работать по-новому. Менять аппараты не будут, заявили разработчики. Действующие перепрограммируют камеры, смогут фиксировать нарушения с 20 разных ракурсов. При этом погрешность может составлять от 5 до 10% из-за бликов на ярком солнце или же помех из-за дождя и снега. Сейчас новую функцию тестируют в Москве и Крыму. И, вероятно, вскоре штрафы в размере 500 рублей за невключенные фары будут приходить и омским автомобилистам. В Омской области один из лучших показателей в стране по количеству призывников. Об этом сегодня сообщил военный комиссар региона. Осенью вооруженные силы зачислят больше 2300 молодых людей, при том, что установленная государством норма – это 800 человек. Первые команды уже отправились на службу. Сборный пункт работает два дня. Здесь будущих солдат снабжают одеждой, питанием, средствами гигиены, банковскими и сим-картами. Таким образом, комиссариат исключает контакт призывников с родителями. В сборный пункт не должен проникнуть коронавирус. Все сотрудники вакцинированы. Кроме того, каждые 10 дней сдают ПЦР-тесты. Досматривают медики и самих призывников. У нас ни один призывник не попал с коронавирусной инфекцией в войска и не попадет. Проводится термометрия, два вида тестирования. Команда убывает на железнодорожный вокзал. В основном в специальном обработанном транспорте, который сюда поставляется. По специально выделенному маршруту с сопровождением СГИБДД ставится отдельный вагон, то есть призывники. Во время следования к месту службы не пересекаются с гражданским пассажиропотоком. Большая часть призывников отправятся в сухопутные войска. Службу будут нести по всей стране. В Омске останется около 200 человек. Отмечу, что будущих солдат распределят также в спортивные и научные роты. Последние трудятся в инновационных центрах, где разрабатывают новые проекты для вооружения. Показатель годности в регионе, отметил военный комиссар, высокий. В армию допускают больше 80% призывников. Несколько лет назад уровень не превышал 60%. Чудом материала томских ученых в научно-исследовательском институте приборостроения разработали технологию производства нанофольги. Она позволяет соединять мельчайшие детали в радиоэлектронике, при этом не нагревая их. Это важно, чтобы сохранить свойства элементов. Подобная технология в мире только начинает развиваться. В России же первыми ее освоили именно в Омске. О том, как работает нанофольга, расскажет Никита Гайдаш. Это не волшебство, а новейшая разработка омских ученых. Нанофольга обладает уникальными свойствами. При подаче минимальной энергии, в данном случае 9 вольт, она вспыхивает за доли секунды, выдавая температуру около 1500 градусов. Такой материал идеален в радиоэлектронике. И можно соединять мельчайшие детали, которые нельзя нагревать. Не нужен паяльник, потому что если вы паяльник будете греть, вы прогреете все компоненты. Если печь, то тоже прогреете. Исчезнут физические свойства этих компонентов. Паяемые детали, которые соединяют, они не успевают прогреться. Только успевает прогреться вот та узкая область, которую надо соединить. Состоит чудо-материал из никеля и алюминия. В специальной камере металлы напыляют друг на друга тончайшими слоями. Их количество может доходить до тысячи. Вот, в частности, вот одна мишень, вот там вторая мишень. Вот карусель вращается с определенной скоростью. И получаются вот эти нанослои. Производство мелкосерийное, но занимает много времени. Один цикл около 8 часов, то есть полный рабочий день. Технология во всем мире только начинает развиваться. Например, в США и Европе созданием нанофольги занимается лишь несколько предприятий. В России именно амичи стали первопроходцами в исследованиях. Но уже отправили первую партию заказчикам. Сейчас в Омском НИИ приборостроения ищут новые сферы применения такого материала. Нам пришлось разработать несколько уникальных технологий и реализовать их. И запатентовать. У нас появилось несколько патентов по этой технологии. Мы в итоге выполнили задачу. Мы отгрузили опытную партию. Заказчику эта партия понравилась. С помощью такой технологии могут быть вычислительные, вычислительная техника строится. Это могут быть средства связи. Ученые уверены, нанофольгу можно будет использовать не только на производстве. Небольшая пластина обеспечит надежный и контролируемый взрыв в горнодобывающей промышленности или же на съемках кино. Никита Гайдаш, Денис Лопарев, 12 канал. Подобрать профессию помогут в музее. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» сегодня ждут школьников. Здесь стартует очередной этап проекта «Билет в будущее». Его суть – помочь ребятам определить склонность к той или иной профессии уже в средних классах. Для этого ученики не только проходят специальные тесты, но и посещают колледжи, где примеряют на себя роль электриков, ветеринарных врачей и даже предпринимателей. Таким образом, по словам экспертов, детям становится проще понять, кем они хотят стать в будущем и какие экзамены для поступления в учебные заведения нужно сдавать. Сегодня в мультимедийном парке для юных и мячей не только организуют тестирование, но и познакомят на выставке с очередным рядом специальности. Отмечу, что всего в масштабном проекте примут участие более 7 тысяч школьников из города и районов области. Пункты досрочного голосования для жителей Республики Узбекистан в Омске сегодня работают последний день. Этот этап голосования завершается. В стране, напомню, 24 октября пройдут выборы президента. Отдать свой голос могут и граждане, которые временно или постоянно проживают на территории Омской области. Пункты их адреса сейчас на экране открыты с 9 утра. С порядком процедуры можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Выборы будут проходить с соблюдением всех ограничительных мер, которые установлены требованием Роспотребнадзора на территории Омской области. Участники избирательной комиссии, члены избирательной комиссии будут в масках, перчатках. Всем, кто приходит для голосования граждан Узбекистана, все должны по требованию быть в масках. На площади перед будущей Ариной Омск появятся фан-зоны. Их оборудуют для проведения культурной программы в Дни молодежного первенства мира по хоккею. Этот вопрос обсудили на заседании регионального оргкомитета, который возглавляет Александр Бурков. Губернатору доложили, что такая же фан-зона появится и на Красной звезде. Также глава региона распорядился в течение двух недель разработать единую дорожную карту ремонтных работ по благоустройству и строительству дорог вокруг арены. Не менее важный вопрос обеспечения безопасности болельщиков во время первенства. Список задействованных в больнице уже есть, специалисты прошли обучение. Сейчас решают, как проводить ПЦР-тестирование участников спортивного события. Продолжается и набор волонтеров. Желающие могут зарегистрироваться на сайте добро.ру. Напомню, техническая готовность спорткомплекса уже 40%. Омск примет участников молодежного первенства в 2022 и 2023 годах. «Авангард» продолжает выездную серию. Сегодня «Ястребы» сыграют в Нижнем Новгороде против «Торпедо». В отличие от «Томичей», у «Волжан» нет травмированных и на лед выйдут все лидеры команды. «Авангард» уже придется играть без «Цигларика» и без «Толчинского». Сегодняшнюю игру «12 канал» покажет в прямом эфире. Начало встречи в 22 часа по омскому времени. Чем еще будет интересна встреча, расскажет Андрей Блохин. Он на прямой связи со студией. Андрей, добрый день. Как готовится «Авангард» и приехал ли новобранец «Сошников»? Добрый день, Лена. Ну, самая главная информация. «Сошников» пока еще не приехал. Он в пути как раз вот в эти минуты. С ним заключили контракт вчера. И вот сейчас он из Москвы на специальной клубной машине едет сюда, в Нижний Новгород и приедет к началу матча. Конечно же, на лед он сегодня не выйдет. Он растренирован. Но я говорил с Бобом Хартли. И он планирует выпустить «Сошникова» уже в следующей игре, послезавтра в Казани. И еще добавлю о потерях. Да, травмированы Цегларик и Толчинский. Толчинский даже не поехал на выезд с «Авангардом». Цегларик сегодня катался утром, но пока еще не готов играть. И еще одна потеря – дисквалификация. В сегодняшнем матче не сыграет центральный нападающий Илья Каблуков. Вот по итогам той самой знаменитой драки в Сочи, о которой говорит весь «Кокейный мир», он получил матч дисквалификации. И сегодня его заменит давно не игравший Дмитрий Шевченко в центре нападения. Вот так примерно. Андрей, вот ты озвучил один момент. А еще как-то игра, драка в Сочи повлияла на состав команды? Ну, я скажу так. На состав не повлияла, а повлияла на настроение. Такое ощущение, что вот эта драка, которая была в Сочи, она сплотила команду. И мы показали всем, что «Авангард» не робкого десятка. Вспоминается драка, которая была 11 лет назад. Тогда также Назаров бился против «Авангарда» с командой «Витязь». И тогда наших просто положили лицом в лед. Сейчас нет. Сейчас мы дали отпор, и наши ребята готовы в случае чего постоять друг за друга. У нас команда «Гринадеров», рослая, мощная такая, духовая команда. И я думаю, что сейчас, после вот этой драки в Сочи, никто даже не попытается вот что-то такое сделать. Вот. Ну, а все сейчас мысли по поводу хоккея, по поводу сегодняшнего матча, который пройдет с Нижним Новгородом. Очень хорошая такая команда. И я спросил Ивана Телегина про его ожидания от этой встречи. «Торпеда» – одна из самых таких быстрых, колючих команд КХЛ. Неприятная команда против нее играть. Какой матч вы ждете сегодня? Быстрый и силовой. Потому что у них реально очень много игроков молодых, юрких, быстрых. Так что будем готовиться к хорошему напряженному матчу. А еще Телегин мне сказал, что если повторится такая драка, он тоже выскочит на лед, такая, как в Сочи, и себя проявит в должной степени. Я думаю, сегодня никаких драк не будет. Сегодня будет такой миролюбивый, но бескомпромиссный хоккей. Именно хоккей – борьба за очки, борьба за места в турнирной таблице. И приглашаю всех к экранам 12 канала. 22 часа вечера по Омску смотрим хоккей «Торпеда» Нижний Новгород, «Авангард» Омск. И да будет победа «Авангарда». Спасибо, Андрей. И ждем победы ястребов. Андрей Блохин из Нижнего Новгорода. И еще о спорте. Омский «Ртыш» сегодня на выезде сыграет с футбольным клубом «Новосибирск». Неделю назад соперники уже встречались на «Красной звезде», и тогда победу одержали речники 3-1. Перед визитом в Новосибирске мячи сыграли в ничью в Бурнауле с «Динамо» 1-1. Наша команда имеет в активе 22 очка и расположилась на седьмой строчке, в то время как Новосибирск идет пятым, опережая нас всего на 2 балла. Отмечу, что матч пройдет в манеже «Заря». Для хозяев это первая домашняя игра в новом сезоне на крытом стадионе. Накануне наши футболисты провели здесь тренировку, и по их словам условия схожи с домашними. Из-за перебора желтых карточек в составе речняков точно не будет Сергея Подоксенова. Удастся ли клубу продолжить беспроигрышную серию до трех встреч? Узнаем уже вечером. Игра начнется в 18 часов по омскому времени. Трансляция будет доступна в соцсетях РТШ. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня в Омске откроют уникальную выставку для ценителей конных прогулок. Она станет частью большого проекта «Дни Эрмитажа». Больше 150 произведений живописи, графики и скульптуры доставили в наш город из главной сокровищницы России. Среди экспонатов редкий вальтрап из цельной шкуры леопарда, принадлежащий Евгению Багарне, пасынку Наполеона Бонапарта. А также хлысты, сбруи, попоны и другие элементы конной амуниции, которые использовали по особым случаям. Например, во время коронации, в длительных путешествиях, на скачках, охоте и траурных церемониях. Последние в Омске, в Омском Эрмитаже, посвятят отдельный зал. Расскажут, как несколько веков назад формировалась прощальная процессия и зачем не обязательно присутствовала так называемая «радостная лошадь». Казалось бы, какая радость, когда умер император, но тем не менее она символизирует переход души императора в лучший мир и одновременно символизирует его великие дела, которые он сделал для своей страны. Для посещения выставки амичам не нужен QR-код о вакцинации. В ней потребуют его и на мастер-классах для музейных работников, а также на лекциях и других мероприятиях проекта. Новые правила посещения начнут действовать в регионе с 8 ноября, а дни Эрмитажа в Омске продлятся до 22 октября включительно. Помимо выставки, амичи смогут посетить интерактивные занятия для детей, а также театрализованные постановки «Эрмитаж» и «Я Караваджо». Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа «Теплица» в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Только до конца октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях «Контакты», «Инстаграме», «Телеграме», «Одноклассниках» и на «Ютубе». Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Далее прогноз погоды. Обувь в преддверии холодов на ярмарке белорусской обуви – новое поступление зимней коллекции. Сапоги и ботинки не позволят ногам промокнуть от снега. Подобрать удобную пару смогут и обладатели проблемных ног. Но главное преимущество белорусской обуви – это приемлемые цены. Подробности далее. Белорусская обувь славится своим высоким качеством. На выбор – натуральная или прессованная кожа. А нескользящая подушва убережет от зимнего гололеда. Продавцы работают с производителями напрямую, что позволяет сделать цену на ярмарке ниже средней. Знакомые друзья, родственники сказали, что можно здесь, у меня, допустим, проблемы на ноги оттекают постоянно. Вот хочется здесь вот взять, приобрести. У меня соседка покупала давно белорусскую. Долго носит и сейчас уже старые, но говорит качественные. Поэтому мы решили попробовать. Помогла нам девушка выбрать, мы выбрали быстро. Консультанты помогут выбрать модели и для ног с выпирающей косточкой или широким голенищем. На ярмарке можно подобрать обувь до 44-го размера для женщин и до 49-го для мужчин. Спрос высокий, так как очень сложно подобрать для себя пару обуви, которая будет удовлетворять всем потребностям, будет в ней комфортно ходить, естественно, согревать, например, зима и не скользить. Ярмарка продлится по 28 октября включительно. Во дворце культуры имени Молунцева по адресу Мира 58 и на стадионе Красная Звезда на Масленниково 142-51. Амичей приглашают на ярмарку курток и пуховиков. Здесь представлено тысяча моделей осенней и зимней коллекции. В ассортименте мужская и женская одежда широкой цветовой гаммы. Амичам помогут выбрать стильную верхнюю одежду. В ассортименте как классические модели, так и современные с оригинальным дизайном. Пуховик или куртка неприхотливы в носке, сохраняют тепло в холода и защищают от дождя и снега. Для выхода в свет идеально подойдет дубленка. Мне очень понравился фасон, цвет. Она легкая. Я подбирала для машины, чтобы можно было удобно сесть в машину. Во-первых, что она закрывает спинку, мне очень понравилось. Я думаю, что будет очень удобно, мягенько, тепло и уютненько. Обновить зимний гардероб сможет каждый посетитель ярмарки. Размеры представлены от 42-го до 74-го. Обновляют модели каждую неделю. На нашей ярмарке представлен широкий выбор женской и мужской коллекции. Демисезонные зимние луховики, дубленки, куртки, пащи. В этих куртках используется особая мембранная технология, которая позволяет человеку чувствовать себя комфортно практически в любую погоду. Удобную и стильную верхнюю одежду можно выбрать на стадионе «Красная звезда» по адресу Масленникова, 142-1, с 15 по 21 октября включительно. И о погоде спонсор прогноза ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 21 октября, в Омске ясно ночью плюс 1, плюс 3, днем до плюс 9 градусов. В районах пасмурно ночью плюс 2, плюс 4, в дневные часы плюс 5, плюс 8. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 18 октября по 7 ноября. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова, в ДК имени Молунцева и в ДК имени Свердлова. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. На этом пока все новости о развитии событий уже в 17 часов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!